уже работает камеры мотор или мотор камеры добрый день вечер утро уважаемые дамы и господа зрители видеоканала планеты дзюдо влад макаров роман карась мы сегодня в наряд в нарядном да да у нас годовщина записи да можно сказать у нас год ровно год назад мы начали записывать наши субботние размышления о боевых искусствах разных не всегда попадает на субботу бывает воскресенье кто-то работает но если у нас воскресенье где-то может быть суббота еще может быть и понедельник но у нас просто субботнее да именно субботнее вот какая тема дня которым мы сегодня с владом обсудим недавно прочитал изречение одного мудреца ну там какой-то то ли грек то ли еще в общем очень какой-то давнишний то есть это не сегодняшнего изречения где он сказал что вино испитое передает человеку три основных своих качества и перечисляет первое качество 2 3 я не помню сейчас со сто процент уверенностью не могу сказать какие-то качества вы начислены но я не об этом о том что если вино имеет некоторые качества и любой там продукт или любая вещь да имеет какие-то качества свои который может может передать другому объекту то есть любой объект может иметь свои качества которые может передать другому объекту при каких-то взаимодействиях в этой связи я хочу вот влад с тобой поразмышлять на тему какие качества передаются боевыми искусствами практикующему боевые искусства можем ли мы выделить какие-то может быть одно два или три или или множество таких качеств но тут у нас же присущих именно боевые искусств нет у нас же размышления размышления и мы говорим какому-то логическому да да но тут же ролик есть там азамат ты тренер помнишь ну такой ролик ладно мы в комментариях выложим мне очень понравилось кому не показывал никто не понимает а я понимаю и поэтому очень было как бы хорошо и какие качества передаются все действительно на все влияет все взаимосвязано это даже ну как-то а докажите что все взаимосвязано ну как солнце светит трава растет но весна скажем так земля вертится вертится скажем так времена года меняются меняются но мы можем как говорить мы про точку зрения говорили ты говоришь одно про истину про правду предыдущий это был скажем так и мы можем тоже поразмышлять что передается через боевое искусство и для нас это будет правда а для кого-то может нет во первых я хочу чтобы мы с тобой может быть вывели нашу такую гипотезу какими качествами все-таки обладает боевое искусство в общем и и вообще возможно ли чтобы боевое искусство вот эти свои качества передали ну допустим если мы возьмем солнце да солнце какими качествами обладает яркостью яркость она передает вот это свое качество яркости да ну там освещение то есть и мы получается светло передает также имеет качество тепла качество свойства значит и мы получается получаем получаем то есть и на 9 тепла вот я хочу ты спросил что это утрылся я просто нашел некоторые определение качества новосовское определение качества нам было и нашим зрителям было понятно вообще это очень хорошо когда база такая подводится потому что они одно понимают да ну чтоб мы как-то вот поняли допустим качество философская категория выражающая совокупность существенных признаков особенностей и свойств которые отличают один предмет или явление от других и придают ему определенность хорошо но что мне в контексте мы же тур у нас был по югу россии да вместе скажем так вместе были вместе и общались много общались и качество правильно мы же про качество тоже говорили и приходит спортсмен и какой он может быть мега талантливый но такое качество как терпение когда говорим о качестве человека а я хочу сказать дает результат а я хочу сказать наоборот мы берем мы берем боевые искусства что он оттуда может для себя все что хочет мы берем мы берем вот и вот про вино вино испитое передает человеку определенные свои качества а я хочу сказать боевые искусства он может он может да он может взять свои кидо какие качества айкидо передает но давай я скажу одно качество силу он он сможет взять силу да возьмет или не возьмет это понятно физическую ментально не взять не взять опять не человек берет а мы говорим о том что его искусство передает но ты позанимался и чем ты там как бы плохо не относился к тренировкам и у тебя будет какой-то быть тренер а что он будет если я занятия пропущу одно ничего тебе не будет не медали не этого принудительно не вот скажем так в человека ничто не может войти хорошо вы вы выделили для себя можешь выделить какими качествами обладает боевые искусства вот свое время канадзи гора выделил как мне кажется вот такие три основные качества это то что ты сказал сила в общем физические качества то есть это силы быстрота там и тогда ловкость гибкость физические качества интеллектуальные качества и нравственные духовные качества вот он сказал что конкретно дзюдо или кодокан дзюдо вот он к своей школе приписал что вот практикуя упражнения вот эти упражнения передадут человеку вот эти вот качества а я бы тебе так на это ответил то есть они отразятся в этом человеке да но нет гарантии блин в этом мире нет гарантии понимаешь я ты можешь до черного пояса довести можешь я могу довести до черного пояса в тренировках могу но если человек как бы затащить я его туда не могу ну протащить этот путь он должен сам пройти понимаешь о чем ты говоришь что может дать ну а что хочет взять человек он должен как быть определенным ну понятно ты пока и не знаешь тебе просто интерес но мы же человеческие существа дам нами движет по жизни интерес то есть нам все интересно что можно делать все можно делать но надо слушать допустим старших почему потому что они прошли определенный путь и видят какие у них могут быть подводные камни ну слов не понравилось камни понимаешь о чем ты бишь вот свойства какие в человека загрузится я так не скажу мы можем вот чем тебе боевое искусство но нужно боевое спортивное прикладное а сейчас ты ушел в оздоровительное дзюдо чем вот какими качествами она тебя наделила понимаешь если мы будем за себя говорить то это будет намного круче чем про мифического персонажа я нет я не про мифического персонажа я говорю о том что мы берем боевые искусства либо мы называем боевое искусство туда входит все эти до каратэ дзюдо дзюдо пушные рукопашный бой все 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 а на туришь японский перечисляешь на ночью самбо там капоэра кого кого угодно теперь мы пробуем 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 понять имеют ли какие-то имеете ли боевое искусство какие-то качества которые передадутся практикующему когда он будет практиковать это боевое искусство имеется ли в этом боевом искусство какие-то качества смысл какие-то особенности но ты не согласен что ну допустим качество физические качества они передадутся если я буду практиковать удар атака блок туда-сюда бросок ковырок страховка физические качества придадутся о вот что я бы хотел сказать может передаться но ты со знаком плюсы ищешь меня а есть знак минус мне моя уверенность не в мою уверенность своей силе я чемпион по карате я чемпион там или по борьбе я там черный пояс по айкидо и в экстренной ситуации тебя разорвут и уничтожат а это другое это уже вот я твои восприятия я про что говорю что может передаться мнимая вот это вот мнимой что ты в любой ситуации становишься неузеем вот это вот опасность такая есть я бы я бы предостерег я конечно хожу я чувствую себя уверенно и один как бы везде но уверенность она чуть-чуть появилась уверенность хорошо самоуверенность понимаешь когда ты сам уверен и заявишься на соревнования будешь наказан были вот вот что я бы хотел сказать что ребята не только положительные качества могут так как сила терпения доброта выносливость но какие-то вот характеристики а может быть и отрицательное качество вот с этой стороны понимаешь если ну вот ну пришло что может передаться мнимая мнимая уверенность вот это вот силы понимаешь может вот прям переоценка своих этих самых сил возможностей вот чем чем может быть то есть мы сейчас говорим о позитивных последствиях я вот почему-то на негативных заострился но это это опять это индивидуальное восприятие человека который получил эти качества потому что ты же сам понимаешь допустим берем вино на любой алкоголь что получается 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 вот что даже вот берем просто чай берем чай на виски у него есть определенные качества на виски правильно у чая есть определенные качества запах значит качество вкуса вкусовые он передает определенный вкусовый да да был бы рустам ты сказал бы от общего к частному я честно купишь вкусовые хорошо но я не понимаю хочу ты хочешь вот но вывести из этого но результат как вот какой бы результат тебя устроит никакой никакой но тогда если корабль не знает порта то ему все равно куда плыть я хочу просто поразмышлять и вот с точки зрения вот еще раз прочитал для какой-то древний мудрец-философ сказал что вино обладает тремя основными качествами когда соединяясь с человеком он передает эти качества то есть в вине уже содержатся эти качества соединившись с организмом человека он эти качества передает человеку свои боевые искусства имеют свои качества соединившись с человеком они передают ему эти качества другое дело уже восприятие этого человека какое вот ты говоришь да он может быть воспримет вот это физические качества которые имеет боевое искусство и которое она передала ему он может воспринять с ошибочным представлением о так сказать мнимому самоуверенность излишне который может привести к катастрофе но я не говорю сейчас об этом то есть мы тогда своих слов понятно что вот мы первые определили что боевое искусство внутри зал имеет качество так называемого физического развития соприкасаясь с человеком она передает ему эти свои качества как он будет использовать мы не знаем мы не знаем дальше как это все определили то есть физический человек получит от боевого искусства вот это качество зачем я вот что он еще может получить практику практику потому что если youtube бесконечно смотреть всякие бои мма без практики ну как то есть качество практики а еще захочется практика ну нет некачественные ощущения ну вот качественно ощущение то есть научиться ощущать свое тело то есть не я говорю что научиться мы должны выделить вот такая вот как я тебе сказал да что кана вот он вот что что джюдо практикую боевое искусство но частности джюдо он сказал что человек развивает себя физически интеллектуально и нравственно ну духовно то есть получается вот это качество то есть получается вот но другое мусором да получается у боевых искусствах есть вот эти качества которые передаются могут передаться человеку ну ты могут или передаются вот я хочу понять это реально вообще реально или все не 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 наделены боевые искусства такими кого или все-таки боевые искусства не не наделены этими качествами и все это просто-напросто надумано все надумано на самом деле но мне понравилось ну как надумано вино говорят утоляет жажду одно из качеств вина это утоление жажды утоляет чай утоляет жажду вода же ты выпил хорошо но но еще одно из качеств вина да это таскать передача такого настроения качество увеселение ослабление до такое качество а потом уже есть качество когда-то сказать катастрофы но на бокс пришел и вот удастся тебе там расслабиться удастся я тебе отвечу и мне на боксе всегда нравилось лежать на ринге когда два часа уже прошло когда тренировка закончилась ты просто падаешь и лежишь на спине и тебе так хорошо что все закончилось результат же есть расслабление есть полного расслабление ты пошевелиться не можешь в айкидо есть в айкидо качество какое нравственное есть которые практикующим могут передать через практику да через практику что можно вот с родителями общался я бы что вы хотите чтоб я детям сказал чтобы порядок был я говорю отлично и вот применил я говорю так по первых посуду моем практикуем помогаем носки стираем разрабатываем моторику всем понятно домашнее задание своего классно можно можно ночные на каждом занятии как так все говорить может передаться может но опять мы о чем говорим что за одну тренировку ничего не получить нет и можно и за одну получили какой-то импульс на самом деле но подожди ты сел на праздник ты за за один праздничный день ты можешь получить от вина все его качества за одну тренировку ты не можешь от боевых искусств получить все и все качества боевых искусств я думаю можешь но значатся на состоянии они не станут на клеточный уровень перейдут ты же сам говорил как сначала тропа да ну как бы практикуешь я да ты говорил прям зачитывал мне чьи-то слова что сначала ты должен выполнять форму а потом форму откинуть не помню что только надо пересмотреть но сначала ты как ученик повторяешь форму приема потом то есть получается так ждала и сам некоторые некоторые объекты или субъекты да могут передавать свои качества другим объектом или субъектом максимально в короткой промежуток времени а боевые искусства на это не способны не могут они свои качества передать быстро очень могут ты быстро в голову получил качество прилетели тебе мгновенно прям карма мгновенные ну наверное физические качества можно получить физические качества перенять при первом занятии интеллектуальные качества все можно это диффузии ты как бы каждый объект обладать диффузии то есть проникновение одного в другое вот допустим вода в камень вот поливаем данная точка на стоять не может проникнуть но если камень будет воде ту вода чуть-чуть туда будет проникать но а если это поролон то он быстро водой напитается понимаешь о чем вопрос кто ты камень поролон или это самое вата сладкая а ты скажешь я есть человек а что человек мы опять к этим понятиям с каким человеком взаимодействует это боевое искусство для чего она создана понимаешь что всех нужно учить по-разному то есть ну я понимаю нет универсальной системы потому что здесь я не про учинить чудо да нет чудо мастера мы же про про искусство и он нашел для себя наиболее эффективную модель уничтожения противника и он бы все я открыл секрет на это такого секрета понимаешь у всех руки разные ноги разные и мы говорим что может боевое искусство передать человеку какие качества какие качества универсальны но силу мы определили до физически дальше терпение может а это терпение в какой идет как нравственные терпение или такое качество терпение терпение это какое входит что это такое а какая группа видишь опять мы тоже с дуальностью мира сталкиваемся терпеть это боевых искусствах хорошо а иногда в жизни плохо как бы терпила такой когда ты что-то терпит недавно скажу такую слышал по радио поэтому люди могут и не согласиться сказку по радио слышал известную полу так сказать в авторстве александра сергеевича пушкина это золотая рыбка хотя для меня было открытием золотая рыбка сказка была написана по за основу был была взята сказка против грима ну что она как бы более приближена для нашей действительности она была пушкина переделал немножко расширена углублена но ты будешь терпение посылает бабка сказка посылает бабка старика до дурачины ты просто один раз посылает его а смотри не заканчивается терпение дед старик терпеливо выносит все тяготы лишения все все вот эти вот загибоны больного разума до старухи да да он даже когда она ему такую катастрофическую идею говорит он понимает что это катастрофа но он все равно идет делает это его выбор он идет и ты говоришь вот терпение когда он идет то есть вот пока у рыбки терпение кончилось то понимаешь о чем рыбка делала дело дело в знак благодарности но у нее кончилось терпение и она вернула цикл завершился а у рыбки терпение кончилось у рыбки а у деда не кончилось он он был отформатирован старухой и кстати из этих трех персонажей кончилось терпение и у старухи у рыбки только у деда не кончилось до дед в принципе был бы готов дед стабилен старик стабильный да он реально стабилен ему послали ушел позвали пришел вернувшись обратно и увидев бабку опять у разбитого корыта он в принципе был бы готов к тому что бабка бы ему сказала дед иди опять вернись скажи ладно пускай вернет первоначальное да когда было то пускай вот маленький дом для количества желания и он пошел бы да хотя причем при этом быть и что старуха совсем как бы он был не убедителен мне так понравился он был не убедительно он не смог как стоять он озвучил рыбки так скажи мне вот мы говорим о качестве да вот терпение всем всем нравятся сказки ничего терпения вот сказки мы сейчас переключимся немножко сказки такими качествами на твой взгляд обладает сказки при чтении которых они могут передать а это базовый этот обучение детей через образы то есть качество сценарий жизни и там прямо указаны я любил детские в детстве сказки они сценарии количество сценариев ограничишь парешь налево направо прямо пойдешь то есть для выбора есть и ты так учишься ну и дети так учишься потому что вот и мне интересно сейчас это и дети так учишься то есть качество некого обучения да 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 как ты говоришь то есть боевые искусства могут как обучение как обучение и тоже дать некую вот это вот трудственность урезая некая расширение кругозора действий пожалуйста вот иди вот поэтому вот пожалуйста идет по этому вот пойдешь налево вот будешь чемпионом Такие качества разовьешь Пойдешь прямо, такие качества разовьешь Пойдешь направо, такие Ну, мне нравится, что Допустим, почему, если Берется, допустим, малыш, да И родители вытаскают На дидо, на самбо, на айкидо, на карате На бокс, там, тык-тык И потом устает, ну, скажем так Кто, ребенок или родители? Родители Ну, родители устают, конечно Ну, конечно, потому что ребенок Я-то хочу, хочу плавание, не хочу Но, преимущественно, нужно выбрать что-то Ну, выбрать Ну, что понравилось, без разницы чего Там, посмотреть Менять можно, конечно И вот у тебя как нить такая идет А остальное, допустим, занимаешься ты плаванием И если ты ходишь на растяжку еще То у тебя в результате в плавании Не просто А будут улучшаться Но ты идешь по одному А не это, не мечешься из одного в другое Ты занимаешься, практикуешь Ну, пусть дзюдо ты практикуешь, да И ты решил на легкую атлетику походить Но не бросил дзюдо А взял отдельные тренировки У тебя качество дзюдо вырастет Понимаешь? И вот это может быть Может и передастся Ну, как навык Придерживаться основной линии партии И колебаться вместе с ней Ну, все-таки, Влад, я вижу, что мы, конечно, слабоваты Ну и что? Ну, в наших... Вот я смотрю, чем глубже мы Такие темы поднимаем Какие-то более очень трудные Мне кажется, мы как-то начинаем путаться Ну и что? Ничего? Ничего Потеряли, найдем Ниточки вот тогда вот это вот Потерял, потерял на... Да, да Но, опять, ты же... Есть... Как мне сказали Ты живешь в мире вопросов А я, говорит, живу в мире ответов Мне так понравилось Я не то, что в мире вопросов и ответов А если вообще убрать вопрос-ответ А просто в мире... Ну, то я просто вот размышляю Ну, мы подойдем к этому К самой сложной практике Практика Липасана, тишины То есть, вообще не говорить Это вообще самое... Я тебе говорю, я пока не приступал даже Итак, давай мы подводим итог Темы Какие качества? Значит, вообще Если... То есть, мы хотели понять Обладает ли качествами Какими-то боевые искусства И могут ли эти качества Быть переданы практикующим Без его участия? Нет, когда он практикует Это боевое искусство И, в принципе, мы согласились С той трактовкой Кана Который сказал, что физические качества Интеллектуальные качества И нравственные качества Могут Опять вот Нет, а нам надо понять точно Вот все-таки... Какой-то универсальный Нет, не то, что универсальный Вот я еще раз говорю Вот, допустим Солнце Обладает, как мы помнили уже Некоторым качествам Мы как бы их Немного сейчас, да? Ну, допустим, вот мы берем свет Когда оно поднимается вверх Оно светит Дает свет И дает тепло Все Независимо ни от того Какое мое восприятие Оно все равно будет давать Боевое искусство А давай вопрос зададим Вот оно, боевое искусство Вот представим, что это солнце Вот оно Хоп Вышло Вот оно наверху Да? Вот стоит И теперь Вот люди Практикующие боевое искусство Ага Получат ли Передается ли Вот эти качества Как от солнца, типа Или все-таки нифига не передается Ну, грузану вообще Давай у зрителей спросим Помощь зала Помощь зала? Какое качество автоматически передастся Хочешь ты этого или не хочешь Если ты практикуешь Может быть ваше мнение Может какими качествами Обладают боевое искусство Которые могут быть переданы Человеку Через практику Ну да Да? Без участия человека Да, я так понимаю Нет, с участием человека Но Человек же все равно должен Ну, практикать Приди, да Человек взаимодействует с солнцем Ну, он должен выйти из тени Да, он должен выйти из тени Да? Если я спрячусь Вот туда вообще В тень совсем закроюсь Черный ящик И нет Конечно Я должен увидеть хотя бы солнце Тогда я приму эти качества Да То есть человек Должен выйти На Соприкоснуться Соприкоснуться Не через экран Правильно? Не через экран Нет Соприкоснуться с боевыми искусствами Тогда он Получит ли он эти качества Или все-таки нет Или физические Вот качества Мы как вы говорили Да Этические И интеллектуальные Да То есть нравственные интеллектуальные Они То есть Боевые искусства Не обладают этими качествами Ну знаешь Как я В завершении Тоже могу сказать Что ты можешь Быть в зале А до конца Еще и не соприкоснуться Не дойти до глубины Нет Я могу Как вот если Ну океан возьмем Скакать по поверхности Ты будешь Ну я же все равно Получаю Некоторые качества Океана Как допустим Как это называется Мокрость Ну типа Влажность Влажность Мокрость Ну влажность Ощущение Тоже неплохо Ощущение Не сухости А влажности Понимаешь? Я Я еще не Погрузился В воду Но я же Соприкасаюсь Я скажу Даже если я рядом Стою Я все равно Могу ощущать Эту влажность Понимаешь? Я понял А какое такое Качество Ты хочешь услышать? Задумался Ну подумаем Над этим Да? Мы пока Сегодня же Год Наших Вот И может быть Еще один ролик Запишем Как этот год Как тебя травмировало Это все Что ты один все делаешь А Ну Это не травмировало Это просто Определенное Размышление Я просто Ну давай Оставим Да? Ну потом Еще? Нет Или сразу Нету никакого Потом Давайте прогоним Не-не-не Мы пойдем погрянемся Сиделись Значит Прокачество Мы заканчиваем Но Не то что мы завершаем А мы как бы Даем Возможно Мы вернемся К этому Сюжету опять Да? Хотелось бы Если кто-то желает Кстати Евгений Воробьев Наш постоянный Видеозритель Да Это Это Йошкарала Директор Центра Камикан Вот И он Он Очень Кстати Дополняет Так как он Живет в Йошкарале И не всегда В нашей студии Вот На отдалении Он дополняет Свои мысли К нашим видео И мы вот Размещали Их на сайте На своих страничках Да Там на сайте Размещено Есть информация Его Мнение И вот Кстати Евгений Обращаюсь Сразу к вам Может быть Ты дополнишь По поводу Вот этих Вот Вот этой темы Какое качество Хоть Вляпаешься Да Все равно Да А может быть Окажется так Что никакими качествами Вообще Боевые искусства Не обладают То есть Солнце Понятно Уже понятно Что обладает А может быть Не обладают Вообще Никакими качествами Может Все это Такое Заблуждение Может Невозможное Возможно Ну все А мы потом Еще запишем Еще одно видео По другой теме Хорошо Да Мы сегодня нарядные Нарядные До новых Нарядных Встречи